Медовый месяц Ларисы и Владимира Савицких в Комсомольске на Амуре подошел к концу. Впереди возвращение домой и рейс, следующий до Благовещенска. Во время полета авиалайнер сталкивается с военным самолетом и начинает стремительно падать. Выжить в такой катастрофе сродни чуду, однако Савицкая приходит в себя рядом с обломками в центре тайги. Вокруг никого, только непроходимые тропы, дикие звери и звуки поисковых вертолетов, которые уверены, что при таких обстоятельствах никто не мог выжить. Это трагическая история о крушении самолета, основанная на реальных событиях. О том, каким получился фильм «Одна», смотрите в нашем обзоре. В фильме есть сцена, блестяще описывающая чувства зрителя во время просмотра. Герои смотрят в кинотеатре картину «Чудеса еще случаются», где молодая девушка выживает в результате авиакрушения. Лариса усмехается из-за неправдоподобности происходящего, а Володя напоминает, что на афише написано «Сюжет основан на реальных событиях». Вскоре то же самое приключается с самими влюбленными, и уже нам приходится держать в голове, что на экране не безумный боевик в духе воздушного боя, а еще одна ожившая темная глава из истории Советского Союза. Безусловно, в сюжете есть элементы, присущие лишь блокбастерам, чего только стоит эпизод с побегом от Тигра, который был включен в сюжет для поднятия уровня остроты ощущений. С помощью таких вкраплений фильм довольно быстро приобретает характер игры на выживание и противостояние с природным миром. Ларису постоянно ожидают испытания, которые манипулируют нервной системой зрителей и к концу хронометража успевают изрядно утомить. Параллельно мукам героини разворачивается другая, не менее интересная, но, к сожалению, плохо раскрытая линия. Чиновники, осознав масштаб трагедии, ищут того, на кого можно повесить вину, и одновременно рассылают родственникам телеграммы, пытаясь скрыть от общества горькую правду. Такой скандал не должен выйти за двери кабинетов, ведь в нашей стране самолеты не падают. Из-за невнимательности нескольких человек погибли пассажиры, но в воздухе витает не чувство вины, а страх потерять рабочие места. Иллюстрация того, как люди из верхушки готовы на всякого рода абсурд, чтобы замалчивать истину, выглядит более захватывающим и леденящим кровь зрелищем, чем борьба Ларисы с дикими животными. Впрочем, стоит отдать должное, пока продолжаются сцены в тайге, наблюдать за сюжетом как минимум не скучно. Вызывает вопросы размытая концовка, которая длится непростительно долго. Казалось бы, история приходит к более-менее логическому завершению, но авторы почему-то решают приплести еще ряд сцен с пафосными изречениями героини о том, что нужно продолжать жить. Может создаться впечатление, что смотреть картину Дмитрия Суворова нет смысла. Но это не так. В конце концов, перед нами любопытное кино, которое должно было выйти на платформе Netflix. Это также способ узнать больше о прошлом нашей страны, где жертвы маленьких людей нередко оставались на задворках официальной хроники. И, наконец, этот фильм попросту безумно красивая история любви. Протекая в двух временных линиях, лента успевает рассказать о Ларисе и Владимире чуть больше. Если настоящее залито холодным цветом отчаяния и скорби, то прошлое представляет Одиссею молодости двух людей, утопающих в солнечных бликах еще не обжитой квартиры. Смотреть на отношения героев сплошное удовольствие. Не столько из-за мастерства мелодраматических ходов, сколько из-за безоговорочной химии актеров. Если что и получилось у фильма, так это изобразить крошечные радости, когда двое проводит время вместе, и запечатлеть оглушительную боль, когда это счастье распадается. Субтитры создавал DimaTorzok